добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю свой канал здорово с нами на котором мы знакомим вас с разными оздоровительными практиками и в основном как можно быть здоровым и лечиться дома сегодня я с вами поговорю о голодании вот сегодня я четвертый день нас у вас сегодня сухой день вчера была на воде да я на голодание четвертый день вот у меня кожа сухая но лучше чем вот даже когда я не голодаю я похудела уже на 4 килограмма понятно что два килограмма это как батик кишечник по два килограмма все равно услугу еще я вот по телу чувствую что у меня можно ведь ну хотя я поставила цель не худеть но все так говорят но я в основном ставлю цель чтобы сбросить вес потому что кожа становится вот вот все таки мне 55 лет да и кожа становится какой-то такой дряблой и как будто бы она отекшая такая неприятно такая какая-то как водянистая и когда я начинаю голодать это все уходит и появляется вот такая вот эластичность кожа становится эластичной чистой и вот без всяких провисаний мне это очень нравится поэтому два раза в год я обязательно голодаю ну и плюс если еще при этом здравливаешься то это конечно очень большой плюс я хочу вам сказать что нельзя тупо входить голод я знаю такие случаи об этом рассказывала да что вот эти как титчеры берут на сокотерапию на всякие сухие голодания без подготовки ни в коем случае сейчас такое время сейчас люди очень сильно все заражены всякими паразитами микробами всем остальным то надо обязательно готовиться то нужно делать все очень просто вы собрались голодать например вот сейчас он собирается трясу правда не знаю будет ли у нас там лето не будет будут ли курорты не вот но неважно мы же это делаем всегда для себя и хочется выглядеть хорошо да была хорошая фигура при этом чуть я хорошая фигура то соответственно сразу у тебя другое лицо потом такое лицо это уже конечно уже служит что нужно делать начинаете самое простое начинаете пить антипаразитарный сбор это на это у вас уйдет месяц антипаразитарный сбор это минимум потому что потом на голоде вы можете продолжить но начните пить чтобы вы хотя бы минимум две недели пропили эту антипаразитарку я не буду рекламировать никакой антипаразитарки мы пользуемся у нас вот есть роли как правильно пить антипаразитарные сборы как как мы их пьем какие мы пьем это пьем мы вы можете пить то что у вас есть сейчас май кругом растет полы чистотел собирайте пожалуйста иван чай вот сейчас ныть все 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 собирайте делайте себе сборы делайте себе клизм очистительные лечебные делайте что-то и вы почувствуете прям вот эффект у него тут недавно тщательно писала одна раковая больная как я столько голодала столько голодала но ни разу у меня на голоде не выходили глисты а она что-то просто добавила дополнительного на сухом голоде она стала делать очистительные клизмы не просто очистительные а вот какие-то лечебные и что-то из нее поперло и самое главное чтобы это увидеть что прет надо ходить не в унитаз а ходить в какую-то посуду и промывать и смотреть что есть если тебе это интересно потому что что-то будет выходить обязательно то есть что мы начинаем первое пьем антипаразитарные сборы дополнительно начинаем принимать касторовое масло один раз в неделю то есть вы сначала пьете двойную дозу вот я вешу да вот я начала заходить голод я весила 65 килограмм для меня это много я всегда весь в максимум 63 это я уже чувствовала что вот что мне влазит до 55 я чувствую дискомфорт то есть штаны я уже застегиваю с такой прям силой бузгальтер надо уже вот прям хотя я его практически ношу но вот здесь уже ничего не застегивается рубашки просто потому что сразу жир на груди этот ой хорошо у тебя попа у тебя грудь не хочу ни попа не грудь потому что к ней предлагается живот ноги большие и мне не нравится даже вот эти три два килограмма но это я говорю про себя у кого-то это 10 20 30 40 и дальше да поэтому вы начинаете с подготовки я понимаю что хочется бежать впереди паровоза и кажется ой мне все хорошо нет никаких глистов да что вы меня там достали просто начните станьте паразитарных программ а если вы не верите то посмотрите наш ролик я внизу дам ссылку в котором я ознакомлюсь двумя историями как наши дамы одна ослепла а другая на 7 лет даже уже вам 8 до сих пор она лечится оля это за попала вот на лечение только зайдя на трехдневный год это вот у оли случай и у нас у саши случае когда она пошла вот татьяне мариной на юга курс и там начала слепнуть пожалуйста без подготовки одна села на сухой голод а другая села на сокотерапию поэтому чтобы не быть в числе их просто начните с анти паразитарки и с клизм клизмы делаем два раза в неделю первую клизму делаю один раз в неделю то есть два раза всего а первый раз вы делаете двойную дозу вот я сейчас 65 да я выпила 130 кастрорке 130 грейпфрутового сока и запила грейпфрутовым соком вот теперь я уже не добавляю обязательно 130 я просто наливаю масло сколько надо всего остального по чуть-чуть и запиваю чтобы все равно работает не так легче чтобы не выпивать вот эту большую массу да если вы не можете пить лимон пожалуйста грейпфрут пожалуйста яблочный сок пожалуйста есть чай зеленый с мятой его тоже с кастроркой очень хорошо пить я знаю что в центре на сонного в сызране так дают потому что уже вот так каждый день пить эту кастрорку да но просто когда вы уже очищены тогда будет эффект а если вы не чистились тогда эффекта практически не будет поэтому лучше конечно сначала пить грейпфрутом или с лимоном вот вы выпили пьете антипаразитарку один раз выпили кастрорку а потом начинаете просто делать клизмы очистительные очистительные клизмы мы делаем две столовые ложки соли одна столовая ложка соды и и все это смешиваем в посуду и гасим у меня есть там видео посмотрите называется очистительные клизмы как правильно это делать это мы делаем на подготовке на голоде мы будем делать наоборот мы будем делать две соды одну соль это важно потому что в начале подготовки нам нужно чтобы все вот так из кишечника а там у нас мы будем помогать немножко нашему кишечнику потому что он у нас защелочной больше щелочи нам будет как бы давно чистка будет вот так вот вы готовитесь немножечко можете менять питание самое главное уберите сладости и хлеб тогда вам будет легче и уже вы уже на подготовке заметите чтобы может быть просто 2 а может быть даже 5 кг только на подготовке к голоду вы должны понять для чего вам нужен голод что дает голод и зачем он вам нужен я когда вот раньше весила 53 килограмма была всегда худощавая и я считала что и где-то я прочитала самое главное я не сама придумала прочитала что худым голодать нельзя это засело у меня в голове и я даже когда начинала просто так вот не есть я чувствую себя плохо я это тут же бросала потом я познакомилась четырнадцатом году вот как раз в мае с таким прекрасным человеком он живет в турции его зовут хан и он уже много лет ведет людей на голоде и когда он мне показал фотографии и там вот такие вот женщины были вот такие сто сорок сто шестьдесят килограмм это ужас ужасов и вот они становятся такие шестьдесят семьдесят или пятьдесят то есть 100 тысяч килограмм люди сбросили и у них совершенно другое лицо открытые глаза такой красивый взгляд а у меня там был на тот момент было три килограмма лишь я тогда весила наверное 63 наверно даже вот как сейчас на голоде честно потому что я потом похудел до пятидесяти шести но я хотела попробовать голод мне было интересно я думаю то хан уголодать три дня я согласна три дня он вот нет чё нет ладно семь дней сама думаю блин пипец я не смогу никак проголодать эти семь дней но я готова семь дней он говорит нет минимум 12 дней чередуя один день сухое один день на воде один день сухое один и выпиваешь сульфат магния при заходе на седьмой день и при выходе я думала почему все могут я чё хуже их что ли дай-ка я попробую я зашла в голод как только он уехал и я проголодала 12 дней я сначала ждала слабость муж ходил на друга слабость и слабость и слабость и слабость и слабость и слабость и потому что я зашла на касторке чистым кишечником я ни разу не сделала ни одной клизмы я только выпила вот сульфат магния первый день на седьмой день и в день выхода и 100 интересно я вот могу сказать забегая вперед когда я уже голодала много-много раз и много лет уже голодаю я заметила что на седьмой на 14 день когда ты выпиваешь сульфат магния у тебя выходят такой черный стул и камни и вот тут я вспоминаю малышеву который говорила камни образуется потому что человек выпивает масло с лимонным соком и там идет ферментация и вот у вас выходят камешки я не пила никакого масла никакого лимонного сока не грифрутового никакой кислоты но у меня выходит камни это о чем говорит о том что организм чистится и малышева как обычно рет вот теперь вы подка прошли подготовку две недели желательно и в день когда вы завтра хотите зайти на голод сегодня вы выпиваете вечером касторовое масло как обычно по своему весу да вот я выпила 65 плюс 65 и соком запила да и через три-четыре часа ну в зависимости от того как вас будет чистить вы почувствуете когда это будет вам надо будет выпить пакетик сульфата магния почему потому что нам нужно чтобы вы зашли в голод не только с чистым кишечником но и обязательно опорожнили желчный пузырь чтобы желчь выбросилась и вот вы второй день вот возьмут тошнота вам будет очень легко голодать просто такой будет бескомфорт тошнота можете быть на воде вот я первый день была на воде или можете быть на сухом как вам удобно и потом чередуйте один день на воде один день сухой один день на воде один день если вы чувствуете очень сильно дискомфортно сухом вас сухость носите с собой бутылочку соленой водой чтобы ее не пить прополаскивать и рот и выплевывать и у вас от этого сухость во рту будет уходить вот губы потрескались да потому что я сейчас на сухом голодании и даже если я пью воду это уже не спасать вы просто когда не это мажем здесь вот маслом кокосовым или сливочным любым а вот теперь что еще очень важно на голодании вы должны делать клизмы вот как раз те самые содовые это вот можно делать сначала потом где-то на после четвертого дня или в пятый день можно будет пить гранатовой корки это очень хорошо потому что она это антипаразитарка она как бы крепит но там же нам нечем укрепить да у нас нет там каловых масл и поэтому она будет работать именно гнать паразитов я просто говорю что очень легко вот срываются можно сорваться и на голоде я никогда не срывалась но тут вот в этот раз я начала голодать в апреле и купила у меня лежал давно селедка это что-то я решила приготовить потому что я на голоде у меня такой псих я когда голодаю я готовлю готовлю какие вкусные нахожу какие-то рецепты что-то делаю и кормлю своих и мои все поправляются и говорят мам когда ты выйдешь из голода я уже устал есть конечно вкусно и я хожу за ними по часам смотрю ой вы 4-5 часов уже не ели что самое интересное я когда за ними хожу на голоде каждые 4-5 часов они не хотят есть как только я выхожу из голода каждые три часа мам есть хочу мам есть хочу я здрасте почему вы не едите когда вот я голодаю или он там приходит например вот я голодала голодала потом сын приходит антискута или это или сработал вот у меня и он говорит мам еще пожрать я в холодильнике заглядываю ты вышла из голода как хорошо я врачу хорошего но плохо конечно что нечего есть ну хорошо тут и такая вот уже эти там глаза запали ты такая уставшая я прекрасно себя чувствую просто прекрасно вот поэтому когда вы будете на голоде что вы должны делать обязательно делать клизмы не переживать что ваше окружение будет голодно и самое главное не срываться и вот на этой селедке короче я сорвалась я начала ее чистить и думаю соленая или не соленая прозонировать или не прозонировать ты-ка попробую ну вот ты попробуй такой кусочек ладно ничего страшного как я же взяла еще закусила хлебом потом взяла чеснок потом взяла лук и пошло-поехало я поняла все сорвалась но это был конечно третий день я ничего не почувствовала потому что я когда голодала вот тогда первый раз четырнадцатом году я проголодала 12 дней все хорошо я стала весить 56 килограмм у меня зашла одежда 44 размера который я от нее давно отошла до при моем как бы росте и мы пошли на второй день на шашлыки и ели мясо и приготовили немножко рыбы лосось форель я не помню и я короче ела вот такой кусок ну половинку от куска да и у меня поднялась температура 38 не отошнило рвало я поняла что я что-то не то сделала вернее я конечно сделала не то я нажралась того чтобы есть овощи хотя бы и я опять вошла в голод 3 дня на голоде и прошло то же самое у меня было у меня была приятница вот восемнадцатом году мы все познакомились бани и я ее просто вела чисто по телефону разговаривали потому что мы с ней познакомились она уезжала на украину и вот она здесь две недели поголодала и собралась ехать на украину на автобусе а у нее камень шелчном пузыре и она мне звонит и говорит серафима чем не делать я узнайся я бы тебе предложила дальше продолжить голодание потому что в дороге легче не есть не пить не ходить в туалет именно на голоде и даже на сухом я легко согласилась я так удивился что я три недели еще ни разу не голодала только две недели она поехала продержалась еще там и спокойно вышла но самое интересное что на шестой день я и позвонил она уже была на выходе я помню что она пила соки надо все хорошо чувствовала похудела на 14 килограмм в итоге у нее потом вернул столько два килограмма все боятся что там вернется масса да я и звоню она такая серафима как хорошо что ты мне позвонила я обожралась селедки как она да вот муж достал да я худая похудела туда-сюда он у нее еще убивает и поэтому конечно человек как бы на других как бы сказать вибрациях да и он год я хочу селедки я пошла купила селедку две штуки жирные большие нарезала приготовила я не хочу а я взяла и все это дело вся распухла отекла и мне плохо заходи на голод вот она зашла на голод сделала клизму выпила касторки и все у нее ушло и она говорит все я поняла я сама себе хозяйка и не надо ночи провокации поддаваться вот вам пример да просто в этом плане мне очень нравится фильм американский называется трай там про триатлон и там показано вот как люди уже давно занимающий спортом просто когда я начинаю бегать да я не люблю бегать вообще я вообще никогда не занималась спортом не люблю заниматься спортом надо момента будем всегда и ай начну бегать вот я начинаю бегать там дион неподобный вес я начинаю бегать и вот я начинаю бежать первый круг да я бегу первый круг а у меня болит все ноги дыхание руки я бегу бы такая голова я бегу и я себе говорю, нафиг мне это надо, нафиг мне это надо, ты такие все толстые, ты так худая, какого хера, но бегу. Я думаю, нет, слабее всех, что ли, в конце концов, вон люди бегают. Я бегу один круг, эта вот болтовня в башке продолжается, потом бегу второй круг, третий, эта болтовня останавливается на шестом круге. Я пробегаю 10-12 кругов, спокойно иду, еще чем-то занимаюсь, и вот этот мозготрахание мое останавливается и думает, а, пошла она нафиг. Хочет, то и делает. И вот это я, я думаю, у меня одной такой мозг, а, страхает меня. Оказывается, я посмотрела этот фильм, Трай, и там все, вот они бегут, этот триатлон, да, бегут, плавают и на велосипеде, и у них у всех вот этот вот внутренний диалог. И вот там, я помню, спортсмен, который чемпион, он столько бегает, он бежит и сам себе говорит, вот я приду, вот я прибегу, я пиво себе куплю, я кусок мяса, я это, а он это вообще не ест. Это он вообще не ест. Вот это вот уговаривание себя, или человек бежит, 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 и осталось чуть-чуть, и он не может добежать. Я не смогу, я не смогу. Твой голос тебе говорит. И если рядом есть человек, который говорит, ну давай, 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 вот осталось чуть-чуть, и ты добегаешь, и ты понимаешь, что ты мог бы еще бежать. Понимаете? То же самое здесь, это вот в любой процедуре, и на голоде то же самое. Когда я голодаю, я смотрю все рекламы, там колбаса, там какое-то мороженое, я не ем мороженое вообще, я его не люблю, потому что оно невкусное, ужасное, какого-то вот, и вот я смотрю, реклама, мороженое там, магнат что ли, вот я выйду из голода, я его съем. Сколько раз я его ждала, я один раз купила это мороженое, потом выкинула, вообще невкусно. То есть, ну сама себя уговариваешь, ладно, я выйду, я это поем, это поем, это поем. И вот я, например, вчера приготовила для своих вот это вот блюдо, которое с яичницы, да, шокшака или шоксука. Очень я его готовила, такой запах, у меня ребенок прям, а перед этим я готовила чечевичный суп. У меня сын даже со второго этажа прибежал и говорит, мам, что ты готовишь? Я говорю, ну ты же хотел есть японский карри, ты же не хочешь мой суп чечевичный, ты его не любишь. Он говорит, нет, я буду супом, он так пахнет. И вот они его два дня ели, с таким удовольствием, говорят, мам, такой вкусный суп. Пожалуйста. Я голодаю, но я с удовольствием кормлю свою семью, даю своих коллег, потому что мы сейчас здесь. В центре у нас здорово с нами, и мы здесь как бы сейчас не работаем, потому что карантин, но мы здесь живем. В такой красивый дом, он в закрытом поселке, и здесь вот у нас под окнами большой сад, и, конечно, здесь прекрасно. Лучше, чем я бы сидела дома в двухкомнатной квартире. Хотя у меня напротив тоже стадион, тоже как бы неплохо. Давайте вернемся к нашему голоданию. Вот что вы поняли, что вы не поняли, что я вам хочу сказать. Мы ведем на голодание, мы берем на детокс программы, на очистительный, мы берем на здоровительные программы. У нас есть один день, у нас стоит 10 тысяч, и сюда входит очень много процедур. Но мы не делаем много процедур, потому что нельзя пациента перегружать. Вот, например, если у нас будет 3 человека, у всех будут разные процедуры. Но две процедуры и обязательно клизм, и обязательно какой-то укол, мы делаем обязательно. Это у нас хиджама, удоем, гуаша, рамп, очень много разных практик. У нас есть и медовый массаж, есть и вибрационный массаж, разные практики. Приходите к нам, в наш клуб, ставьте лайки, делитесь, пишите комментарии, заходите на наш сайт «Здорово с нами», пишите нам личку, у нас есть своя группа «Здорово с нами». Подписывайтесь, будьте здоровы. Спасибо.